да мне слышно хорошо а вот не видно вас почему-то да пусть будет с ребенком или мы в компанию берем все конечно чем больше людей хороших прекрасных тем светлее наш мир и так полагаю как как зовут ребеночка вашего даша да я видела на фотографиях такая миленькая я знаете я перед собой зеркало поставила когда смотришь зеркало всегда улыбаешься самой себе нравишься самой себе камеру камеру поставила наверно зеркало будет видно в камеру нет пока не видно но я говорю же вот смотрю хотя я себя в камеру вижу тоже но зеркало больше хочется сказать свет мы зеркальце скажи я на свете всех милее всех румяней и белее да мы же хотим чтобы зеркальце нам сказал что это что это именно так но в этом же есть доля правды все таки каждый из нас это такая индивидуальность и в чем-то своем каждый неотразим и тем самым мы так привлекаем друг друга и всегда загадка друг для друга и интересны всегда и тянемся всегда каждый человек для другого это такая непрочитанная книга хотя некоторые считают что прочитанная книга но я думаю что если хорошенько порасспрашивать то вряд ли это будет так на самом деле но я все-таки вас не я все-таки вас не вижу татьяна да я помню вы сказали что вы что у вас есть интерес попасть на экраны телевидения ютуба всех соц сетей потому что вы же все-таки публичный человек вы же психолог и я вас воспринимаю только как психолога а ну уже будем выкладывать я знаете тоже вот благодаря вами благодаря там курсом как-то более меня определилась что я должна делать в инстаграме хотя я всегда готова выслушивать еще предложение всегда по любым вопросам потому что вообще-то кажется что в чем в чем вот ценность собственно ее желание стремление это быть полезной людям вот у меня постоянно такое стремление и в данном случае я вот думала вот чем я сейчас могу быть полезна и я так подумала что я такой правильный человек как я говорю по своему социотипу что меня все время выискиваю только как возможно только правильные пути и и конечно же хотелось бы по находите свои ошибки так предварительно тоже так вот сканирую что где я могла бы сделать лучше так вот я думаю что это вот система жизни скажем так начиная с утра и заканчивая вечером вот что происходит за день и что хорошего такого чтобы могло быть примером или каким-то вариантом для подражания для других людей потому что я выискивала у многих что правильно кушать как правильно кушать во сколько правильно вставать как правильно вставать что нужно делать после того как вставать с какой ноги да но я вас не вижу татьяна а вот спасибо вы появились вы появились это прекрасно я кстати вот тоже очки одену чтобы лучше вас видеть я поняла у вас современные такие очки современные наверное вы недавно заказывали правда кстати вам очень хорошо в очках очень хорошо и вы знаете я считаю что не стажем психолог проявляется и не дипломами не дипломами я вот посмотрела как вы вот открытый человек и сразу за что-то новое беретесь и я поняла вот это вот самый лучший психолог вот это точно потому что когда человек там с короной такой большой с дипломами ничего особо слышать не хочет не хочет ни с кем общаться не хочет но я вообще-то так сказать я не знаю тогда как вот быть с днем психологом а вот я знаю что вы можете любому человеку помочь любому человеку можете помочь это сто процентов вот да вы знаете вот мы вот и говорили ваши мы же сравниваем себя с кем-то я вот говорят не надо себя ни с кем сравнивать а вот это вот зеркальце скажи я на свете всех умнее но так это тут точно странно сравнение да вот уже с кем-то себя сравнить а как я могу сравнить белое с черным понятно что какие-то критерии нужно чтобы были для сравнения я например смотрю вот человек семейный да вот для меня критерии семейный вы человек семейный вот у вас есть и даша ребенок вот вы человек открытый и кроме того что вы сказали точно ясно и ответственно что вы поменяли свою профессию и знаете я вам скажу что этот человек бесстрашный бесстрашный то и потому что очень немногие могут пойти на такой шаг притом кардинальный шаг это не то что там как бы где-то там был бухгалтером потом пошел аудитором или потом пошел экономистом а вот просто кардинально поменять свою жизнь это вот бесстрашие такое мужество я бы даже сказала вот это реально и потом об этом при всех заявить вот просто заявить вот в углу прямо заявить что я вот взяла вывод не ожидали от меня а я вот взяла и круто повернула круто повернула вот это это вообще супер я вам хочу сказать я честно говоря я где-то и насчитала у себя 32 профессии я тоже вам поражаюсь вообще вот сколько с вами общаюсь все больше больше о вас узнаю ой это здорово это здорово вот я знаете так долго искала человека чтобы вот именно знаете вот души были родственные души родственные и и вы знаете я честно говоря иногда думаю на что-то или со мной что-то не то я никак не могла но были да вот есть дама одна она редактировала нашу книгу и даже написала нам свое такое как резюме о книге об авторах написала и у нее уже свои две книги было свои две книги было но так вот мы в одной вот тематике она раньше даже меня пошла это в тематику определение типа личности но у нее так было неимоверно такая сложная ситуация в семье вот у нее трое детей и она вроде бы и знала какой должен быть тип личности и так далее но у нее такие испытания что и она выбрала себе пару по типу личности как положено и а они даже выступали они вели проект но какая-то вот зашла третья персона и значит полностью всколомутила взбаламутила их семью в общем семья разбилась как я не знаю как вот обриз волна просто разбила щепки вот и когда вот она уже редактировала нашу книгу она нашла тоже вот человека он испанец сам и он преподавал где-то в университете испанский язык и они тогда жили где-то пять лет или шесть лет вместе у нее там уже дети уже своих детей имели и не только вот третий ребенок подрастал и потом она говорит он хочет в америку вот захотел он в америку там заработок лучше больше и так далее и но она меня никак не хотела знакомить со своим мужем я говорю ну послушайте видите мы же в одном проекте мы изучаем с точки зрения типологии а вы начнете его расспрашивать я буду вообще не буду расспрашивать и просто представлюсь познакомимся и все и она так нас и не познакомила и он и уехал в америку и вот это вообще такое но она все равно на программу сделала для детей для развития на так духовную сферу тоже вот начала изучать и по-моему там у нее и веды есть вот то что я сейчас по моему очень на слуху веды как у вас вот в казахстане веды изучают по моему очень сильно изучать у вас же александр хакимов есть такой да и она вот тоже она так тоже внесла даже в программу для школ для детей вот веды и вот эти вот эзотерические какие-то знания на тоже внесла в общем у нее такая интересная программа я так посмотрела она говорит я специально для вас приготовила ведь вы же там занимаетесь образованием я говорит вот для вас приготовила я так посмотрела да вроде хорошо она приезжала в дом и они увидели что у нас есть здесь озеро и зимой она с вас со своим сыном на коньках катались и даже вот моему мужу давали коньки у нас не было коньков и даже муж мой муж катался вот ну вот такой вот человек и я была у нее дома я была у нее дома да и она мне по моему даже стрижку делала она вот интересно она тоже пошла научилась на парикмахера вот как-то то ли у нее не было заработка то ли еще что такое она научилась на парикмахера потом она еще английский язык преподавала по моему так вот онлайн и кому-то она приходила даже английский язык преподавала вот ее зовут татьяна пидан вот очень интересная женщина и конечно такая очень активная вот какой-то фестиваль она едет и всегда приглашает мы никуда не едем нам просто с мужем так хорошо знаете нам так хорошо мы никуда не едем и у нас есть такой гуру в киеве он вообще по украине вообще по снд такое виктор гуленко он говорит да вот дуалы им так хорошо им вообще никто не нужен они никуда никуда за пределы своей семьи мы вот точно вот это вот сидели и никуда больше и никак но вообще-то вообще-то я думала так как мы можем помогать да ну хорошо вот сейчас я так понимаю что я могу рассказать там как как вставать утром да и как вот у меня день проходит я еще до этого не дошла там какие-то крохи показала немножко и я поняла что если я допустим вот если вдруг у меня короткая жизнь будет вот как у савсана у нас вот вел он всех обучал и вот в том месяце умер в 20 51 год такая короткая жизнь и я вот подумала что но он хорошо ее прожил он себя ярко показал и я вот подумала что чего же я буду прятаться я хочу показать всех людей которые я считаю их надо показать я буду их уговаривать и я буду ставить в канал вот я буду в инстаграме везде лайки везде вот хороших людей должны быть много они должны быть организованы быть такой вот роем таким роем такой хороших людей да да сообществом до сообществом вот и я конечно хочу чтобы ну вот мы там какую-то тему с вами кстати вот тема почему вы решили вот поменять так круто свою профессию вот можете вот рассказать как что у вас такое вот какая роза у вас расцвела что вот вы так подумали что вот все вот так и все я психолог и никаких гвоздей расскажите пожалуйста очень интересно на самом деле со школьных времен еще у меня был интерес к психологии вот но у нас в Казахстане по сути это не особо развито у нас такой документ был на тот момент и вот я как школьник я не видела что люди приходят к психологам я не видела что люди что-то развивают вот было вот так надо ты так делаешь вот так надо там тоже пора выдать замуж выдать замуж и суши какой любви и о чем речи не идет Были такие моменты. У каждого было свое психологическое развитие. И вот я училась, 11 класс заканчиваю, думаю, все, сейчас готовлюсь к экзаменам после 11 класса, поступаю в университет, на психолога, но тут что-то у меня пошли какие-то изменения в голове и смогу ли я на этом зарабатывать. И такой момент в жизни наступил, что все-таки мне нужно получить какую-то профессию, на которой я смогу зарабатывать, мне будет так же более-менее интересно. И буквально месяца три, там вот как раз лет началось перед экзаменами, я сдаю, а там еще я помню биология была, получается биологию именно на психологию надо было сдавать, а на финансы можно было другой предмет, получается, сдавать. Ну я готовлюсь к биологию, изучаю, готовлюсь, сдаю экзамены, сдаю неплохо, но вот все буквально даже там месяц буквально меняется. Я решаю, нет, чтобы мне сейчас подняться, чтобы мне самой зарабатывать, чтобы мне там жить отдельно, что-то как-то, чем-то, пойду домой на бухгалтера. Мне это интересно, училась я хорошо, математику знала хорошо, посоветовали мне тоже, там разговаривали и учителя, и низкие люди какие. Говорят, ну в принципе, если ты думаешь психология или бухгалтерия, иди в бухгалтерию. Ну я недолго думая, пошла в бухгалтерию, обучилась, там, получается, я еще в колледж пошла, не пошла в университет, пошла в колледж, потому что было так удобней. Я хоть ездила, сколько там, 35, наверное, километра туда, но 35 километров, а правильно, это вот в город. Ну, неплохо, неплохо, хорошо училась, закончила, еще, получается, колледж не закончила, меня взяли в школу работать бухгалтером, помощником бухгалтера. Когда я начала работать, тут, думаю, мне нужно, нужно второе высшее образование, я работаю, потом, еще работа очень далеко находилась. Помимо того, что вот я ездила там, 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 города, мне нужно было еще без города переехать, ну нет, я же работаю, я сейчас опытом наберусь, и как, вот буду там хорошим бухгалтером, может, там дальше пойду. Ну, год проходит, я не стала сразу после колледжа, вот работой была занята, поступаю на высшее образование, уже на финансы поступаю. Думаю, ну, чтобы как-то разнообразить в бухгалтерии, думаю на финансы, думаю, ну, вдруг там где-то что-то мое будет. Да. Вот я работала, училась, потом в декрет ушла, академически брала, на учебе один год, тоже пережили в этом год, потом с ребенком там ездила, закрывала, последний год обучалась, ну, интересные моменты были. Угу. Но вот все время, все время, и вот, когда я работала, как я замуж вышла, ребенка родила, и вот даже, особенно вот после рождения ребенка, я задумывалась вообще, почему все так происходит, и почему нас нигде никак не обучают каким-то семейным ценностям. Да, да, да. Ценностям вот понимания вообще, как можно, как нужно, как нужно просто быть в семье, как любить, как очаг семейный разжигать, да, вот такие моменты я очень много начала изучать, получается, и декрет я начала изучать, и психологию, и психологию, темы нужные, темы очень нужные, а мы, допустим, росли в такой семье, что, в принципе, обо всем молчалось, вот можно вот так делать, и все, как бы, да, так, должны любить и быть, а живешь с человеком, и как-то думаешь, как-то не то, что ты ожидал, а почему так происходит, да, и вот с того времени я начала много изучать, изучала-изучала, но сказать, что мне сильно это помогло, я не скажу, да, помогло, но кардинального ничего не менялось. Тут я, ну, как бы, мамочка секретно решаю идти на работу, мне надо срочно идти, ребенка там года полтора получается, нет, вру, 21,5 года было, ребенку я ее бабушке начала отводить, потом садик отводить, ну, что тоже подорвала ее здоровье на том, что, когда ей нужно было кушать правильно, она в детском садике ничего не кушала, у нас начались проблемы со здоровьем, с желчным, вот эти моменты, тут я уже работаю второй год, карантин, как раз первый год короны прошел, у нас тоже очень сложный период на работе, у нас очень сложный период, завалы, и, как бы, я понимаю, что я и здоровье ребенка подрываю, дома я нахожусь, не нахожусь, на работе я нахожусь, не нахожусь, бухгалтерию и дома, и там работаю, сказать, что получать я не получаю, я думаю, ну, где, ну, почему так происходит, вот как-то все неплохо, но хотелось бы по-другому, и вот мне одна женщина попадается, встречаясь на пути, вот сегодня, кстати, я тоже про нее в споре сговорила, мы сейчас с ней взялись и заново работаем вместе, ну, как, она в интересном проекте участвует, реалити Аяда Шабутинова, человек, я не помню, ему 26, что ли, лет, или 25, что-то, даже, он, кажется, моложе меня немножко, и он поднялся прямо сейчас в миллиардер, и он и ценности психологические какие-то доносит, и он учит людей зарабатывать, вот. Ну, и, в общем, вот с этой женщиной, с Ириной ее зовут, она в Астане живет, мы с ней вот заобщались, а она вот и говорит, ну, давай там пообщаемся, что-то как-то вместе, и она вообще понимала не только, что такое подсознание, да, и что у нее есть эти причины здесь. Она мне вот, конечно, во много помогла, и я начала это более вот подробно изучать. Ну, больше года я это изучала, и общалась с ней, и работала, потом я работу бросила, ну, тоже забрала ребенка с садиком, ушла с работы, там дорабатывала, выходные просидела, все, думаю, все, отрекаюсь от работы, ну, не та работа, которой хотелось бы прям работать, и чтобы ребенка не наличить, вот, и думаю, ну, что там, все-таки у меня в голове, что как бы работаешь много, зарабатываешь мало, как бы и нету того дохода, нету, который хотелось бы, сидим, так же на лекарственном садике, куда-то там уходят, вообще нету связности от того, что я работаю, и у кого хуже, хуже все становится. Я вот ухожу в деньг лет, и сколько там, месяца 4, наверное, ой, например, с работы ухожу, тоже изучала, изучала, более подробно, вот даже в чем тех, об осознании, может, все, вот такая, гулявная книжка. Да, у меня, кстати, она вот на столе, могу вам, сейчас даже, можно? О, смотрите. Да, 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 замечательно. Да, видите, как у меня как раз здесь все под рукой, все то, что нужно. Точно, точно. Да, и вот с этой книги, потом Анатолий Некрасов, «Материнская любовь». Да, тоже читала, да, тоже читала. И вот с этих книг, даже по сути, начался какой-то прорыв, что, во-первых, полюбить себя, для меня это было очень дико раньше, что, ну, как бы, не было принято в моей семье говорить о любви к себе, ну, как-то, ты должен сначала, ты должен, ты обязан детям, мужу, а потом уже там про себя, если вспомнишь, как-то так принято было. Бабушка у меня, ну, я очень хорошо общалась, общаюсь с бабушкой, ей сейчас, скажу, 86 лет. Прекрасно. Прекрасно. Да, и она жила на Амтай, и папа, получается, ребенок войны. Вот была война, и как раз в тот момент была ребенком войны. И вот у нее, как бы, тоже вот это понимание вот того, что у них ничего не было, еды не было, одежды не было, и вот как-то мы вот так воспитывались тоже, вот. Ну, это замечательно, конечно, сейчас я понимаю, что это все очень замечательно, и все вот способствовало именно появлению меня такой, какая я вот сейчас, воспитанию. И, как бы, если бы, может быть, другое воспитание я бы для себя не открыла эти вот моменты, что по-другому все может быть, что можно наслаждаться жизнью, можно любить окружающих, можно любить себя, без совести, без объединения. Вот. И очень долгое время вот я изучала именно нашу методику Мальтикин, которая потом решила, поработала, как с помощью нее я там что-то работала, изучала, потом думаю, нет, все-таки мне нужно углубляться, все-таки мне нужно туда идти дальше. И, ну, на самом деле, я бы не пожалела нисколько. Я, наверное, был конец марта прошлого года, когда вот я прям, прям совсем начала изучать. И там очень много обучающего материала есть, есть вот эти наши тренажеры. и меня вот так все затянуло, и когда у меня пошли результаты, когда я вот обрела какой-то вот покой, что да, мне так можно, мне так нужно, я всех люблю, и я не смогла не делиться с этим. Да-да-да. Там родные люди, так люди, я понимаю уже, почему у них так происходит. Да. Мне хочется сказать, остановись, остановись, не будь, там, не будь жертвой, тебе это нужно сейчас. Да. Просто пойми, просто прими, да, и вот так вот все закрутилось, что я не могу молчать. Да. Мне хочется помогать. Да-да-да. Я начинаю общаться с людьми, им это помогает. Да. Мне открывают из себя что-то новое. Да. И я тут загорелась, я загорелась в плане того, что не, почему бы мне этим не заниматься, почему бы. Да-да-да-да. Если у меня это получается, не развивать это. Конечно, конечно. Много дел с тем же инстаграмом, социальными сетями, что нужно работать, но оказывается, и не просто нужно выкладывать там все сколько, маленьких мелочей, где могут просто забанить, оказывается, могут закрыть контакты. Угу. И вот именно вот это продвижение, что можно многое, что изучать. Угу. И думаю, ну, время есть. Бери, изучай, бери, делай. Все как бы есть цель, нет преград. Вот. Интересно, конечно. И вот с Евгением мы начали общаться, вот с практикума, да? Да. Сергей Степанюк, мы с ним особо так не общались, получается, он попозже как раз к нам присоединился, и они как бы сами общаются. А вот с Евгением мы прям постоянно общаемся, поддерживаем связь, что как вот общаться с людьми и так же. И вот я понимаю, что я поменяла и окружение свое. Даже вот я думаю, вот с вами, как-то получилось, что мы с вами познакомились. По сути, два разных человека, разный возраст, да? Да, да, да. Как бы, да, потом думаю так, ну, такое еще у нас понимание есть, что норма слетает. Вот, я думаю, ну, для меня ненормально общаться с таким знающим человеком, как вы, да, профессионалом, профессором практически. Я думаю, ну, прорабатываю, что нет, это нормально, что все не случайно, значит, значит, я могу вам принести полезную социальности вовремя, почему бы нет. Так, конечно. Как бы, думаю, да, как бы, я же не напрашиваюсь, да, я же, как бы, ничего не делаю там специально, умышленно. Нет, я открыто не принимаю эту открытость получается себе. Да. Да, даже вот мастерки, знаете, научилась, что я могу принимать от общества, от Вселенной вообще все блага. не только деньги, это вот, это любовь, это общение, это отношение. Конечно, конечно. Да, да. Да, это замечательно, поэтому в процессе, в процессе, конечно, думаю, что многого можно внести вообще. И просто, и да, вот как вы говорите, цель, какая-то, помочь людям. Просто нести что-то хорошее, нести какое-то свежее понимание, кому-то открыть глаза, и просто, просто убрать какую-то агрессивность у людей. Уже они будут чувствовать себя по-другому. Да, конечно, у каждого какая-то задача стоит в жизни, и какая-то задача, которую нужно решить. я очень рада, что вы намного младше меня. Я очень рада этому. И я вижу, что вы можете принять, и вы принимаете, вот профессором назвали меня, конечно, я не имею такого титула, спасибо. Ну, в общем, очки одела, уже можно в какой-то степени быть похожей на профессора. Вот. практически как отец, что он действительно такой всезнающий, интересный человек. Да, спасибо. Хорошо, что вы интересуетесь то, что у меня есть какие-то наработки, а я хочу их передать интересующимся людям. И потом же они потом дальше могут что-то это передать. И мне очень хочется, чтобы у нас было здоровое общество и здоровые привычки, стремления стремления к счастью, к развитию, к самопознанию. Мне кажется, вот это вот так приятно. И вот, конечно, это такая благость общаться, потому что в общении идёт что у нас? Обмен энергией. Идёт знание, слово, это энергия. И что мы получаем? мы получаем взаимообмен и какой-то определённый рост внутри. А, собственно говоря, это рост души. Потому что что мы сейчас делаем? Мы ведём душевный разговор, мы ведём разговор по душам, и, соответственно, душа, она принимает новые энергии, наполняется, и она становится такой довольной. Как бы она, по сути говоря, набирается счастья. Потому что борщ я сварила, я его покушала, мы вот все семьёй очень хорошо всегда мы молимся, ну, часто молимся, бывает забываем. И благодарим прежде всего Бога за то, что у нас он всё нам дал, что нам хочется для нашего тела, для того, чтобы напитать своё тело. А дальше, конечно же, нам нужно энергетический обмен. Это значит, разные ещё люди, а человек это обрамление души. То есть внутри душа обрамление тела. И вот мы по внешности ищем какого-то человека нам приятного. Но бывает так, что вроде бы даже послушать кого-то можешь, он может быть по внешности не очень приятный, но может быть можно послушать этого человека, но найти какие-то зёрна, но не всё приятное, но что-то можно найти для себя, вот даже для себя определить, вот это мне неприятно, вот это мне нейтрально, а вот это человек говорит то, что я не знала, и вот это я могла бы себе взять что-то такое определённое, но потом начинаешь, когда вот мы начинали изучать типологию, типология нам давалась, я благодарила в нашей книге за то, что была сложная жизнь личная, сложная жизнь, она была и счастливая, и несчастливая, и я так вот думала, что где-то половина жизни у меня в первом браке была счастливая, половина жизни, ну какая-то часть была может быть нейтральная, половина и часть такая довольно-таки немалая была такая, что мне казалось, что она невыносимая, и вот это я за это благодарила Бога и благодарю за то, что я перешла на тот уровень, когда я искала, а как должно быть, как должно быть, вот оно где-то сродни, когда вы искали профессию, что вы вроде бы нашли, вроде бы ухватились, вроде бы перешли на следующий уровень, но вы как-то вот вам дорога показывала, что вот там сложность, вот там сложность, и в конечном итоге в ноль выход, в ноль выход, и вы чувствуете, что вот в другом у вас призвание, вот к душе тянется человек, вы тянетесь к человеку, вы видите, что человек расцветает вот от общения с вами, и, конечно, вот этот вот путь показан, а вот в нашей семье вот тоже путь через страдания, через страдания, конечно же, потому что мы вот на каком-то этапе делаем выбор, вот, выбор вроде бы как бы два на полтора, вроде бы да, и так можно, и так можно, и вроде бы особо ничего не теряешь, и даже, может быть, приобретаешь в чем-то, и вот вроде бы вот берешь вот это, и проживаешь этот период времени, а потом начинаются открываться какие-то новые возможности, новая картина открывается в мире, новые люди, которые вот показывают, что вот этот вот путь, попробуй этот путь, и начинаешь пробовать, ой, какой сладостный этот путь, какой он приятный, какой он замечательный, и уже ступаешь, поэтому идешь и развиваешься по этому пути, вот, вот это очень интересно, и вот я бы хотела сказать, конечно, есть качество типа личности, а есть качество личности, вот, мне вначале хочется сказать, может быть, даже повториться, вот именно качество личности, потому что вот определить тип личности, особенно если это очень сложная личность и развитая личность, И не так-то просто. И не так-то просто. И мне кажется, что иногда мне кажется, что я вот как бы с двух предложений уже чувствую, какой тип личности. А иногда я вот сколько мы общаемся, у меня вот есть человек, я с ним общалась. Я его поняла, что он вот такой тип личности. И даже ему, по-моему, даже выдала описание. Я даже точно не помню, как-то там он принял, не принял. А теперь я говорю мужу, послушай, я его чувствую совсем по-другому сейчас. Я понимаю, что это другой человек, что это другой тип личности. И в общем-то, иногда вот даже такой момент получается. Так вот, как вот личность, я вот признаю в том, что вы, вот я говорила еще раз, вот мужественный человек, мужественный, ищущий, духовный, честный, открытая душа у вас. Вот это качество личности. И это, вообще-то говоря, это качество души. И я считаю, что вообще-то говоря, это, конечно, основополагающее качество души. Потому что если качество души такое, как яблоко с червоточинкой, вроде бы яблоко с одной стороны и ничего, а с другой стороны оно там все изъеденное, то оно, конечно же, вот для меня уже такой ценности не имеет. А вот качество, человеческие качества и пунктуальность, и настойчивость. Вот сколько раз вы мне присылали ссылочки. Я уже так подумала. Я говорю мужу, говорю, это какой труд надо иметь. Ты посмотри, говорю, у нас там с зумом не получалось. У нас там что-то такое с программой было. Вот, мы все потом установили там где-то. Ну вот в этом, в смартфоне сделали. Я говорю, вот я вам так благодарна, очень благодарна, что вы мне вот показали вот этих вот двух людей, которые в нашем городе, вы на другом конце земного шара, и вы нашли самых лучших людей, можно сказать, в моем родном городе, в котором я родилась, в Киеве я родилась. Я сейчас покинула Киев, там за городом сейчас живем. И я говорю, это ж надо, рядом с нами есть в нашем городе нормальные люди. Хорошие люди у нас еще есть, оказывается, не перемелись. И вот, вот человек с другого конца земного шара нам показывает дорогу к этим людям. И я вот побывала у них, да, и вот то, что я вижу. Я вот вчера говорю, каждый видит что-то свое. Вот я со своим сознанием аналитическим, я вижу вот всю вот структуру, может быть, даже всю не осознала до конца, вот структуру государства. И я вижу вот где вот уже это частично вот эта структура, она стала пьянкой. И вот это народ, и вот оно упилось в этот народ, и тянет, тянет соки из этого народа. И я вот эту вот структуру, я ее посмотрела, юридически просмотрела. Я там пообщалась с некоторыми людьми, которые, по сути, не юристы. Но они тоже заметили, ухватились за то, что я им дала документы определенные. И они, они свое там кое-что заметили, я у них взяла документы. Вот, и кое-что я им тоже указала. И они, да, подтвердили, да, что это вот именно так. И знаете, а другие люди видят возможности, как заработать. Вот, я говорю, вот каждый человек в зависимости от того, от своих, от своих каких-то способностей, каждый человек видит свою часть мира. Если у меня в способностях структурная логика, и я вижу вот этот вот скелет внутреннего строения, как вот перебегают вот эти все финансы, хотя не все я еще освоила. Вот, а только часть, то, которое вот относится к энергоресурсам. Вот, а, конечно же, психолог, он видит что-то в душе, в мыслях человека. И у меня, например, у меня так оно и стоит. Вот, знаете, вот у меня стоит, у меня открылась новая возможность, так как я вот в этой теме искала выход. И мне, представьте себе, удивительно, мне пространство дает выход. Мне пространство дает выход. Это невероятно. Но я сейчас на эту тему пока не буду, потому что это такая вот юридическая, экономическая тема. Вот, я, может быть, как-то отдельно по ней, может быть, поговорить. Но вы вот рассказывали о том, что вы думали об Америке. Вот, я в вашем возрасте тоже думала об Америке. Вот, наверное, лет 8-7 назад мы думали про Канаду. Вот, потом какое-то там, какие-то там 3-4 года назад мы думали про Германию. Вот, потом какое-то время думали про Польшу. Вот, а сейчас вот думаем про Российскую Федерацию. Вот, и это все способствует тому, что мы изучали полностью ситуацию в стране. Что там происходит? Какие перспективы? Мы, кстати, жили в Казахстане, благодаря моему отцу. Мы жили в Алма-Ате. Да, и я вам скажу больше. У меня есть в моей трудовой книжке запись, что я работала экстрасенсом в городе Алма-Ата. И я там оздоравливала людей. Я работала там по коммерческому договору. И это был центр, как бы, республиканский центр медицинский. Он там возле гор был, я помню, я не помню, там вот и в центре, но возле гор. И я вам хочу сказать, я с тех пор полюбила Казахстан и полюбила казахский народ. Я казахов полюбила. Я мусульман полюбила. Я им помогала. И я тогда, я поняла, что Бог единый. И как бы там, как бы вот это имя, через это имя можно идти. Но вообще вот Бог — это объединяющие все эти имена. То есть оно как все народы составляются, и вот мы все находимся в Боге. Так вот, Он может там Аллахом называться, или же может называться Кришна, может еще как-то там называться. Но мы все вот части, вот его творения. Творения. Вот. И ко мне вот приходили, и я понимала, что мы все находимся в рамках одного творения. Ну, в общем, это рамки бесконечные. Так, даже и рамок как таковых нет. Это так визуально вроде бы, вроде бы у нас есть какие-то там рамки. Но мы так взаимосвязаны очень, очень и очень сильно. Просто невероятно. Да, так вот, по Вашей личности, вот именно как душевное качество. И вот эти вот душевные качества, они будут составлять облик лица. То есть приятный облик лица. Когда в душе порядок, в душе человек соответствует своему призванию, у него льется свет через глаза, через лицо, через все вибрации тела. И вот этот человек излучает счастье, доброту, благости, радость, здоровье. Это все, все вот заключается вот в человеке через вот эти качества. Поэтому вот и ребенку самое главное дать вот эти качества. А вот как их дать, вот это тоже отдельная тематика. Да, это хороший вопрос. Вот, а вот то, что касается уже как тип личности, это просто набор функций. Вот, если Вас интересует сфера психологии, это в основном эмоциональная сфера. Я так понимаю, что это эмоциональная сфера. Да, эмоциональная сфера. Это значит, что эта сфера Вам близка, понятна, и Вы считываете, можете считывать эмоции человека. То есть Вы можете... По крайней мере. Да, интерпретировать эмоции человека. Да, конечно, как человек реагирует, что он говорит, что вот, знаешь, на чем он выциклен, он даже может говорить о своей проблеме, но не понимает, что это проблема его. Да, да, да. Это да, конечно, есть. То есть я сейчас, в данный момент времени могу сказать, что вот это вот есть Ваша сильная функция считывания эмоционального состояния человека. Пусть бы у Вас математика бы и хорошо было бы, да, и хорошо, но, скорее всего, что она не так Вас бы привлекала, потому что там вот сухая цифра, за ней что-то есть. За ней есть какая-то накладная, какой-то товар и какая-то подпись, может быть, и какая-то ответственность. Но это всё, оно как бы запечатлено как-то так на бумаге, и оно не играет для Вас такого интереса, как вот человек, который вот что-то переживает, что-то у него там внутри, что-то Вы видите, что в нём есть то, что можно сделать лучше и исправить в этом человеке. А он ещё, он, может быть, этот человек или эта душа или эта Личность, она может думать о чём-то совершенно постороннем и отвлечённом, но Вы будете видеть, что вот это вот и это, оно взаимосвязано. Да, понятно, понятно. Да, так я пока вот на нашу вот эту встречу могу вот выявить и немножечко так акцентировать только вот эту вот часть типа Личности, что Вы вот считываете вот эту эмоциональную составляющую, потому что есть люди, которые, они не замечают эмоциональную составляющую. Есть люди, которые не замечают эмоциональную составляющую, людям, может быть, вот цифра нужна, вот цифра есть, вот этого достаточно, а какая там эмоциональная составляющая там у человека, ну его это не интересует, или её может не интересовать этот момент, они не считывают. Но Вы вот, вот пока что вот на сегодня я этим хотела бы даже завершить моё, ну как бы, моё повествование в отношении того, как я вижу Вас вот только вот на одной вот этой вот составляющей, на этой функции. Вот, я её даже, сейчас даже название этой функции сейчас не буду произносить, я думаю, что она ещё должна быть у меня как-то и уложиться, и потом, может быть, она где-то на следующие наши встречи мы можем продолжить, и, может быть, тогда я озвучу название вот этой функции. Ну, вообще. Очень интересно, да. Я, знаете, как бы, я понимала, что, да, эмоции мне нужно, и мне и люди сейчас попадаются с перекрытыми эмоциями, да, когда они не могут выражать. И вот прям откладывалось у меня то, что, ну вот эмоции, смотри эмоции, но вот фокус на этом не держало. Вот, как бы Вы говорите, у меня прям инсайд, откровение, что, ну, действительно, действительно я могу, и это нужно, и на это нужно обратить внимание, что, да, очень интересно. То есть, я так понимаю, что мы пока что эту сессию, ну, как бы, нашу серию, первая серия нашей встречи, мы пока можем подвести черту ей. И я вот рада, что Вы вот инсайд получили, инсайд Вы получили. А я получила огромное удовлетворение, радость и счастье от общения с Вами. И я этому очень рада. И я думаю, что наши зрители увидят, почувствуют. И вот наша вот эта вот эмоциональная транзакция, да, вот есть там какая-то денежная транзакция, да, вот эмоциональная транзакция, она может принести на порядок больше радости и счастья и здоровья тогда, когда она по делу. И когда именно так составились энергии, которые, вот, приносят более высокий уровень каждой стороне. Замечательно. Да, я прям тоже у меня прилив энергии от взаимодействия, очень, да, здорово, действительно. Я даже слова какие-то теряю, не могу сфокусировать. Мне до этого еще голова болела. Думаю, ну, ну надо, надо, все, пойду пообщаться, никаких нет не принимается. Ой, спасибо Вам. Прям. Спасибо Вам, что Вы так. Прям. Отозлались. Отозлали энергии. Да. Очень ценно, очень интересно. Мне очень понравилось с Вами общаться в таком формате. Благодарю, благодарю. Будем продолжать и будем привлекать людей на такое общение, потому что именно такое общение, оно будет давать и импульс, и счастье, и движение вперед, и раскрывать новые перспективы. Да, да, очень интересный формат для этого. Да. Тогда что? Всех благ Вам, успехов Вам, Татьяна. Благодарю Вас. Я Вас благодарю. Здоровья. Да. Встретимся на следующем сентябре. Обязательно. Благодарю. Заю им на до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.